Там другой мир. Это был лучший полет в нашей жизни. Это же букашки-вкусняшки. Малыш пробует кокос. Я Дениса подсадила на лен. Вот так вот выглядит арена. Ноги потом липкие. Высотища. Вот так бы мы в садик бегали. Всем приветик. Мы начинаем наш влог с поездки с улицы и с минус 20 градусов на Урале. Ева, что-то делай. Мы прячемся от папы. Здрасте. Смотри туда. Ты не знаю чудище. Ты что пугаешься? Мама! В общем, мы вылетаем сегодня в ночь. И сегодня такой день у нас уже, можно сказать, начали на расслабоне, потому что мы большую часть собрали вчера-позавчера вещей. И сегодня уже так это по мелочи. Так как у нас есть наша любимая таблица, у нас нет стресса и нет паники со сборами. Если вы вдруг не понимаете, о чем речь, что за табличка, очень рекомендую посмотреть видео про наши лайфхаки путешествия, наши лайфхаки сборов. Вот сюда я его сейчас вставлю. Вылетаем мы сегодня в Таиланд, значится. У нас Ева уже не спит днем, если она не в садике. Поэтому сейчас будет потенциальный дневной сон на этой штуке. Нет, шучу! Просто у нас вылет Ева поздно, и нужно будет силы поднакопить. Ну ладно, я немножко там поеду, но не буду. Где там? Здесь сейчас? Да. Давай. Просто отдохни, да? Еще один малыш. Папа! Ты такой сладкий. Кто? Кто готов к полету? Э-э-э? Э-э-э? Грибочек! Грибочек! Лайфхак по экономии места. Это вот такие сумки, например, или такие объемные ботинки, обувь. Забивать вещами, да, тем самым используя полезное пространство, потому что вот они, например, у меня кроксы не сгибаются, ничего не приминаются, и просто пропадает все пространство внутри них. Я туда положила Еве на купальник. А в свою сумку, она такая тоже довольно объемная и держит форму, я положила свои штаны. Таким образом и она не сломается точно при перевозке, и используется пространство более грамотно. Такой, девочки, прикол хочу вам показать. Я заказала очень крутой круг для плавания для деток с нуля до двух лет. И на нем можно плавать как на животике, вот здесь головушка, как и на спинке. Очень хорошее качество, максимальная безопасность. Есть вот такой козырек, который крепится с двух сторон, полностью защищает от солнца. Его можно немножечко свернуть и закрепить такими жгутиками, чтобы немножко прикрыть. Можно полностью раскрыть. Тут есть такие игрушечки. В общем, казалось бы, супер круто, да? Если не учитывать тот факт, что он, блин, не сдувается. Прикиньте, я заказала, я была уверена, что это штука, которая надувается-сдувается. Но, как оказалось, она просто летая. Вот ничего с ней не сделаешь. То есть это кусок, знаете, поролона просто. Я понимаю, что это намного безопаснее. То есть эта штука никогда не сдуется. И если вдруг ребенка унесет в море, выживет на поверхности. Я вообще не хочу об этом думать, конечно. Но в любом случае вот такую махину теперь нужно запихнуть в чемодан. Денис сразу сказал, давай просто ее не будем брать. Я такая, нет, Мира будет купаться с нами. Это будет ее круг плавательный. Она такая реально классная, защищает от солнышка. Поэтому мы сейчас будем ее вот сюда помещать в наш чемодан. Для Мирусика берем с собой вот в таком формате коврики. Можно взять намного меньше пазликов. Например, 4 пазла и сформировать небольшую лежаночку для ребенка. Можно взять 6. В общем, хоть сколько. Мне нравится, что ты сам выбираешь. Количество. Мы взяли 9. В целом у нас позволяет место в чемодане и в номере в отеле. Что мы берем в мире с собой для прикорма? Вообще там, конечно, будет шведский стол. Все с стола мы в целом будем ей давать. Но я уверена, что там не будет вот таких, например, каш. А Мира их хорошо ест через Нибблер. И иногда с ложки она не очень ест, а именно из Нибблера ест. Поэтому я взяла с собой овсяную. Специально в контейнере, несмотря на то, что отдельное место занимает, нам очень часто пригождаются в путешествиях именно контейнеры положить с собой что-нибудь. Там какие-нибудь фрукты, дать ребенку. И гречневую целую пачку. Потому что она гречку лучше всего ест. Тут просто две ложечки. Подлиннее и пошире слюнявчик. Такой специально силиконовый, чтобы его не мыть, а просто протереть тряпочкой. И он не впитывает влагу. И здесь внутри ее тарелочка, где мы размешиваем обычно кашку. Потом из этой тарелочки накладываем кашу в Нибблер. Как раз таки вот он. И сюда я положила еще такую кусалочку. Ей очень нравится, когда у нее зубки режутся. Итак, обзор пеленальной комнаты в бизнес-зале международных вылетов в Екатеринбурге. Тут очень много места. Но знаете, чего не хватает? Мамочки сейчас сразу же догадаются. Кресла не хватает в любом месте для кормления. Ну, потому что пеленальная, она одновременно еще и как бы для кормления. Так или иначе используется. Ребеночка здесь поменял там подгузник и удобно в тишине присел, покормил. Видимо, здесь подразумевают люди, что нужно присесть на унитаз или кормить стоя. Но так очень много места. Можно поместить пятерых детей, наверное. Пойдемте покажу сам бизнес-зал. Правда, там очень много людей сегодня. Не знаю, с чем это связано. Но вот как много людей. Там у нас стол. Можно набрать еду. И небольшая детская. Что необычного в этом полете, так это то, что мы впервые полетели бизнес-классом. Главной особенностью которого является раскладывающееся в положении 180 градусов кресло. А ночью для счастья большего и не надо. Всем приветики. У нас уже утро на самом деле. И мы уже через час садимся. Просто была ночь. И я ничего не записывала, потому что мы спали. Это был лучший полет в нашей жизни. Да, малыш? В твоей тоже? Она, конечно, спала все время на груди в основном. То есть нам здесь установили такую люлечку. Но я ее сюда даже не перекладывала. Она скорее на бодрствование немножко так позависала. Но спала она, конечно, в обнимку со мной, потому что все равно посторонние звуки. Все равно она открывает глаза, смотрит там по сторонам, что происходит. Начинает подбуживаться. И поэтому, что скажешь? Поэтому я спала с мамой. Ну и мне так было спокойнее, на самом деле. Чем в люльку отложить ребенка. Ну, места просто шикарные. Я даже не думала, что все 180 градусов раскладываются. Мы здесь с мамой, получается. И там за нами через один ряд Денис с Евочкой. И они до сих пор спят. Просто всю ночь спали. И утро все спят. Идеально. Мы с мамой уже позавтракали. Я выпила свой дрип. Ой, там такие маленькие барашки. Знаете, что необычного в туалете бизнес-класса? Это вот такая корзиночка с термальной водой, лосьоном для тела и мыло в виде пенки. И, кстати, еще подарили такую косметичку. Хотела сейчас ее разобрать. Но у нас приступил к снижению самолет. Ну, это вообще суперкомфортный, конечно, был перелет. Теперь хочется только так летать. Мы приземлились на Пхукет и добирались до нашего отеля на заранее заказанном трансфере еще полтора часа. И первым же делом, достав только купальники из чемодана, прыгнули в бассейн. Эй, все-таки скуповина ли фигня? Тику-тику! Добро пожаловать в Каиланд! Добро пожаловать! Я вот такая панама, модная. Говорит, хочу снять. Эту поездку мы запланировали с друзьями, у которых дочка того же возраста, что и Ева. Так что периодически во влоге будут мелькать ребята. Мы выбрали отель на первой береговой линии. По системе все включено. С детьми это суперудобно. Небольшой рум-тур нашего номера. У нас получается два одинаковых номера. Один для меня, Дениса, Миры и один для мамы Евы. Спим мы по ночам именно так. То есть мама с Евой, а мы здесь втроем. Кстати, Ева приняла это очень даже адекватно. Прям знаете, мы просто поставили перед фактом, что так будет. И так как мы днем вместе все время, видимо, ей как бы более чем хватает, у нее нет никаких проблем. Иногда бывает, типа, мамочка, я хотела бы с тобой. Ну тогда я днем, например, ее могу уложить, спать или как-то с ней в целом побольше времени проводить. Но так или иначе мы бы сюда все вместе не поместились. И это уже нужно принимать. Это наше прихожее. Что мне очень нравится, здесь много мест для хранения. Вообще везде в целом в номере. Видите всякие полочки. То есть можно было просто ставить вот стену. Можно было здесь просто поставить, получается, вот такой туалетный вот этот стол. Но здесь есть полочки. Это очень круто, потому что много хранения, конечно. Особенно вот эта полка там перед выходом, например, у нас. Так, линзы кто-то сюда положил. Это клиник, наверное. Здесь у нас, собственно, все, что нам нужно перед выходом. Это для песка зона в пакете. Всякие эко-сумки. Просто сумки, которые я чередую, например, панамы. И полотенце для пляжей. И полотенца маленькие. Здесь получается за куточек туалет небольшой. Прикольно тоже, что отдельно. И вот такая открытая, по сути, зона умывания. Здесь душевая кабинка. И что мне нравится, вся эта зона вот таким образом закрывается. И, например, когда я утром ухожу ежить, или Денис уходит на бег, или днем мира здесь спит, и нам как-то нужно отгородиться. То есть, чтобы там не было шумно, когда ты заходишь. Ополоснуться, например, в туалет сходить. Вот эта вся зона остается вот так закрыта. Вообще, мне очень нравится, как здесь все минималистично. Такие тона очень нежные, такие пастельные. И для Таиланда это большая редкость. В том числе, на это я тоже обращала внимание. Не то, чтобы это прям был фактор, по которому я выбирала отель. Но в любом случае, это приятно. Когда ты смотришь на фотографии номера, в котором ты будешь жить, две недели. Нам поставили, получается, такую кроватку. Здесь мира не спит. Она здесь именно вот на время бодрствования, например, на пять минут, когда я записываю видео, чтобы просто у нее были границы, да, здесь. Ну и в целом, для меня это удобная зона хранения, я бы так сказала. Детских игрушек, подгузников. То есть, всего того, что мне нужно с мирой здесь. Вот мы здесь спим с ней. Здесь мы имеем большую кровать, два шкафа, тоже очень-таки функциональные, с хранением довольно хорошим. И тоже вот такую зону, мы ее определили под продовольственную часть. Здесь всякие полочки, куда мы кладем какие-то вкусняшки, вода для мира всякие, обрабатываем кустышки, нибблер. Прикольная зона с диванчиком. Вот, например, если бы мы были я, Денис и Ева, мы бы застелили ей, она бы здесь просто спала. Но мы его используем, получается, как такой гостевой диван. Здесь с Евой играем. Что, малыш, ты уже все заскучала? Заскучала, да, по маме? Да? Это твой уголок. Здесь у тебя игрушки. Зона такая для почитать. Видите, стеллажик. Сюда мы выставляем Евины работы, например, или какие-то книжечки просто. И еще одна локация. Это стол, который иногда рабочий у нас считается, потому что здесь за ноутбуком что-то можно поделать. Немножко здесь зона прикорма для мира, все, что я взяла. Мы вот эту зону тоже под кроваткой используем для наших чемоданов. Ну и, собственно, наш балкон. Здесь у нас немножечко сейчас бардачок. Здесь все, что нам для купания нужно обычно. Ребятки, извините, я вас поснимаю немножко. Здесь получается выход в единый басик. Только у тех, у кого есть выход в этот басик. То есть на первом этаже кто живет. Все, устала, устала. Мира, на тебе сфокусировалась. Камера сфокусировалась на ней. Пупсик ты мой. Тебя камера воспринимает как главное действующее лицо. Да. И у нас, собственно, таких два номера. Один наш и один у мамы через 10 номеров от нас. Тоже, кстати, такой момент. Нам хотели сделать супер близко два номера. То есть прям очень близко. В тот день, когда мы заселялись, нам сказали, что этот номер еще не готов второй. И можно дождаться. Тогда переехать, то есть типа сейчас заехать в тот, который через 10 номеров от нас, а на следующий день переехать в ближайший к нам. Я такая подумала, ну, во-первых, не хочется маме переезжать будет, да, с Евиными вещами, когда ты только разложился. Ну, как бы не особо это все прикольно. А во-вторых, это хорошо, когда есть некое расстояние друг между другом, чтобы не было такого, я сейчас к маме, я сейчас к маме по любому поводу. То есть понятное дело, что она и так может прийти к нам в любой момент, но все равно вот это вот дергание, осознание того, что мама вот здесь рядом, оно даже, мне кажется, хуже. Потому что всегда ребенок ведет себя совершенно по-другому с другим взрослым, когда нет рядом родителей. Ты не упади, хоть, пожалуйста, малыш. Первый же день мы, конечно, с Евой пошли в детский клуб. Посмотреть, что здесь. Вот у нас такая зона. И вот такая зона, где можно полазать. Но сейчас сказали, она час закрыта, из-за того, что там что-то разлили в шариках, и все моют. Вообще прикольно. А здесь мультики. Смотрите, какой гусь обнимусь огромный. И мишка. Туалет. Ого, Ева, смотри, ты видела? Такая большая Hello Kitty. О, нет, жирафа, я не хочу есть. Нет. Черника. Нет. Лошадь. Нет, я не вижу. Нет. Ни семянка. Даже буду тебе это в голову приходить. В машину ляп. Она как маленькая кошечка, да? Она пирожками пахнет. Пробежечка с утра. Все начинается с нашего отеля. Дикого подъема в горку, которую не любит Дэн. Мы раньше первый раз бегали до Старбакса. Вообще у нас цель Старбакс. И мы бежим 3 километра. И вот первый раз мы бежали... Во-первых, мы пробежали первый раз 5 километров. Потому что мы убежали не туда. Из-за меня все. Вот. Я на навигатор не смотрел. А потом на второй-третий день обнаружили то, что можно вместо пыльного города, там, кривого, жаркого, свернуть маленько на 100 метров. И начнется путь. Примерно полтора километра из трех. Прям по красивому пряжу. Никого нету. Красота. Эх, сразу вспоминаю Таиланд 4 года назад, когда готовился к марафону, пробегал вот по таким вот пляжам по 20 километров. Ой, это тяжко в Таиланде. Даже вот сейчас вот в пол седьмого утра где-то. И уже жарковато. Я помню, нужно было в свои 20 километров до 8 утра отбежать. До пол восьмого лучше. Потому что там уже солнце вылазит, уже жарко. По крайней мере, первая половина приятнее. Мой капучино и блюбери маффин или кейк. Голубик, короче. Если вдруг кому-то кажется, что наши провода портят облик города, то можно посмотреть на этом. А вообще в Индии, по сравнению с Индией, я помню, с Дели, это все смотрится очень-очень культурно. Доброе утро. Мы с малышом проснулись. Денис уже бегает. Сейчас немножечко разминочки здесь будет. Кстати, у нас сегодня даже облачно немножко. Это очень приятно. С 7 утра жить можно. Вообще до 9. В плане погоды и жары. Продолжение следует... Елька. Все что там полетело? Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Мамя-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ. Разминка у малыша. Ры-р-р-рэ-рэ-рэ. Эдь. Яга, окончено, скажи, мам, пойдем мне завтрак, коль уж встали так рано. Мой завтрак, дрип кофе из дома, и сейчас пойду в мире делать кашку здесь, наберу кипяточком. Как тебе омлетик? Ммм, ням-ням, вкусно, амлетик понравился, да, малыш? В точке, амлетик. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два у нашего отеля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другие пешеходные нас пропускают Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ариан, она за тобой повторяет, да? Даже без языка можно дружить How old are you? Four Four? Ей тоже четыре года Вау! Мы с ней одинаковые Yes Мы с ней как двойняшки Ну, похоже немножко Where are you from? Австралия Австралия? Найс Мы с Россией Ера у меня уперла Один тапок И не отдает Че, у меня в два забираешь? Ну ё-моё Сейчас становится хуже СТОЙ! Отдай! Моё! Мои! Ева сегодня не спала днём И устраивает нам прикол О! И не сидёт Всё-таки надо ей ещё спать Победай, пожалуйста, мне расскажи что за той горой находится от очевидца ты города покажешь да вот эта гора на фоне горы сегодня нам бегал там другой мир пляж там есть беговая дорожка ну или похоже на нее кто очень спокойно там бегают белочки чернющий мир это же качели на такая 10 метровая наверно на пальмах на веревках над пляжем раскатываться что там еще там куча лодочек тайский здесь ни одно не видно а там много мира в этот момент делится тем что у нее прорезался зуб тайский зуб папа предсказал все верно и поползет такое солнце кругленькое рассказывал что его у нас сегодня без сна и психует поэтому расскажи как мы два года назад ушли от мультиков за едой для многих это проблему я по и большинство людей с гаджетами всегда какой-то новшество водите будет сначала период испытания надо выдержать все будет хорошо это как если просыпаться прийти утром неделю пострадаете потом будет легко просыпаться сделать это обычно сложнее конечно потому что ребенок начинает истерить ныть и это эмоционально вовлекаешься в этой теконе для то что это получается во всем отстой то есть она нормально сама не дед мы как будто каждый раз и говорим надо поймешь типа человек же просто голодные он поэтому должен есть они потому что надо поесть до плюс она не чувствует вкус еды конечно же и будущем будут проблемы с пищевым поведением сто процентов с тем чтобы вообще понять что я хочу есть потому что когда ты видишь еду да просто даже и трогаешь берешь там брод жуешь обращаешь на это внимание там активизируются одни участки мозга они все-таки окей мы едим когда ты смотришь при этом мультик все отключается он просто такой а стоп я показываю при малыш короче мы вели это правило и какое-то время у его еще было сопротивление сейчас у нее просто как отрезала но под мы знаете мы частями делали то есть раньше мы могли поставить мультик во время еды потом мы например ставили мультик во время ожидания еды а потом мы поняли что из-за того что мы как будто убираем мультик когда приносит еду она ненавидит сам этот процесс там когда приносит еду типа убирают мультик потому что то есть это совпадение до вот этих моментов негативный фактор мы убирают мультик принесли еду значит еда плохая и мы вообще убрали этот факт и сейчас мы его используем типа вот в исключительных моментах например когда мы с друзьями сидим сами по что-то играем например долго сидим у нас на столке да и в целом понятно что детям неинтересно играть за столом часто или просто сидеть и тогда мы можем поставить вот это получается второе крыло нашего отеля вот там наше первое крыло далеко далеко мы сюда приезжаем на багги потому что пожарите долго и жарко здесь конечно в основном все именно тайская по еде но тайская еда она очень вкусная на самом деле многим нравится не настолько как итальянская например кухня да потому что бывают специфичные соусы бывают специфичные там продукты но в целом если просить например но но у спаси это обязательно нужно выучить то что нормально сейчас будем тестить некоторые блюда вместе с вами первая лапша лапша при этом она кукурузная вроде желтая в общем мы очень любим заказывать это вообще проверенное блюдо карри с креветками и с овощами и чаще всего подают их просто с белым рисом тут уже конечно соли немножко поклёвано все но тем не менее аппетитно также выглядит нам сегодня предложили получается просто белый рис он такой вот ну просто обычный белый рис даже без масла мне кажется и черный рис самое вкусное когда ты намешиваешь рис с этим соусом ну и сами креветки конечно если приготовлены хорошо это прям вообще мы за ним возвращаемся вот за этим блюдом конкретно уже третий день в одно и то же место но вообще в таиланде очень распространен кстати говоря глютомат и это не есть хорошо но это усилитель вкуса конкретно здесь мы встречали в нескольких уже меню что прям указано без глютомат он везде продается здесь магазина просто как пакеты сахара везде добавляют не глядя все ты поела он 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 в а и и и и и и и Девочки, доброго утра. Сейчас 7 утра, я проснулась буквально 10 минут назад. Сегодня не Денис бегает утром, а меня отпустил на йогу. Я хочу сделать Сурину Маскар прямо на пляже. Сурину Маскар – это комплекс приветствия солнцу. И как раз сейчас солнышко будет выходить из-за горы. Это, конечно, совершенно другие чувства, нежели когда ты делаешь дома. Знаете, еще при свете обычном, типа люстру включаешь такой, и солнца вообще еще не видишь, ничего. Но сейчас уже, кстати, у нас рассвет тоже в Екатеринбурге довольно рано. И у нас из окон его видно, это прикольно. Но все равно на природе, конечно, это совершенно другое. Вот за этими ощущениями просто уже стоит вставать раньше. Ну и, конечно, в плане погоды, в плане сейчас, вот насколько здесь комфортно, была бы моя воля, если бы только режим зависел от меня. И я бы вот в это время просыпалась, даже еще раньше, в 6 утра, наверное, вот когда только-только-только начинает быть светло, просыпалась бы. И вот это время классное использовала, потому что уже потом начинается такая жара, духота. Вот даже мы выходим на завтра, там, ближе к 8, и все равно уже жарко. Еще и пляж полупустой. Красотища просто невероятная. Сейчас мы с вами займем где-нибудь местечко. Возможно, мне так здесь понравится, что я захочу здесь снять йога-практику отсюда для канала, для всех. Вот для Таиланда это очень чистый пляж. Ну, очень. Его тут постоянно чистят. То есть обычно я вам сюда прикреплю фотографии, как выглядит пляж в Таиланде. Субтитры делал DimaTorzok Ева рисует татушку, единорога. Ева вообще не любитель тусить в бассейне. Тусить на море. Просто. Можно, пожалуйста, детский клуб и кондиционер. Спасибо, что привезли в Таиланд. Собственно, именно поэтому я и рада, что здесь хорошая игровая, прям большая и, ну, такая функциональная. Много всего. Полазить где и чем поиграть можно. Потому что для Евы это приоритетнее почему-то, чем море, бассейн и песок. Покажи поближе. Ага. Ева, можно задать тебе вопрос? Мяу-мяу-мяу. Мне интересно, почему ты не любишь купаться в море и в песок играть? Потому что в море у меня такое чувство, что меня ударило током, как будто медуза. Тебя как будто там кто-то кусает? Это маленькие планктончики. Тебе это неприятно? А в песок почему неприятно? В песок, потому что ноги нужно мыть. А ноги потом липкие. Мы зашли в 7-11. Это сеть местных мини-маркетов. И тут всякие есть наши любимые. Морская капуста. Вот, если вы будете в Таиланде, обязательно попробуйте вот такую морскую капусту. Вот такую вот такую. Она солененькая, очень вкусненькая. Бывают самые разные. С солью, с специями всякими. Мама! А? Я давно не ела маршмеллоу белые, такие большие. Хочется их давно попробовать. А я их да очень-очень давно пробовала. Ты ещё буквы Ша научилась в Таиланде говорить. Скажи маршмеллоу. Маршмеллоу. Круто. А ещё, что мы в Таиланде постоянно покупаем, это сушёный манго. Привозим на подарочки также. И кокос тоже сушёный. А вот это йогурты. Ты нашла йогурты? Они вкусные. Нет, это доширак какой-то. Меня развели на посад для Эльзы. Почему мы вообще выбрали Таиланд как место нашего назначения в этот раз? Во-первых, 4 года назад мы уже были в Таиланде. Мы были на Краби, это провинция. Там менее людно, очень мало русских в целом. И, кстати, Еве было тогда столько же, сколько сейчас в мире. Ну, примерно. Еве было тогда 9 месяцев, сейчас в мире 7,5. И у нас суперпочтения на самом деле остались. Нам очень близка в целом еда даже. Несмотря на то, что здесь всё остро, но можно просить приносить неострое, и тогда это блюдо будет реально очень вкусное. Здесь очень много овощей, зелени, морепродуктов. Рис здесь потрясающий. Но очень часто всё это потрясающе, потому что добавляют в глютамат в матри. Но можно просить не добавлять. Приходишь в заведение базовой настройки в Таиланде и говоришь not spicy and no glutamate, please. Потому что иначе всё это будет добавлено. Конечно, здесь очень жарко. То есть сейчас здесь базово плюс 33. По ощущениям написано плюс 37 из-за влажности и как бы отсутствия ветра. Иногда ветерок дует и прям так хорошо свежо, а иногда прям духотище дикое. И нам, людям Урала, это сложновато. Но, по сути, если вы зимой куда-то хотите поехать, и чтобы там была возможность купаться, вот так вот в лёгких маечках ходить, то это только зона экватора. Либо ты получаешь такую температуру, как в Турции сейчас, там плюс 18, но тогда, понятное дело, ты не будешь купаться в море, в бассейне. Тогда чем ты будешь там с ребёнком заниматься? Нужно ходить в какой-то садик и выстраивать свой просто быт, ходить там по кафешкам как-то, что-то, какие-то достопримечательности искать. Но с двумя детьми тоже достопримечательности, такая история, как бы не совсем то, что вы ищете. Ну и поэтому мы как-то вот так, знаете, методом исключения просто оставили Таиланд и в целом очень даже довольны. В Таиланде не развито, ну не особо развито эта история. С такими отелями всё включено, например, как в сравнении с Турцией, где просто на каждом углу, да, вот эти комплексы, завтрак, обед, ужина, всё включено, всё, что ты там помимо завтраков, обедов, ужинов, где-то будешь находить на территории, тоже включено. Какая-то детская анимация, там детские горки, программа. Короче, Турция прямо в этом плане супер. И сервис, и соотношение цена-качество, хотя в последнее время цены везде выросли, надо сказать. Но вот для Таиланда это прям редкость, поэтому мы искали очень досконально. На этом отеле мы остановились в ноябре, и было немного выбора. И надо сказать, ценник, ну, нормальный такой. То есть я напишу здесь цена конечная, сколько у нас вышло за тур, надо ещё тут понимать, сколько количество взрослых. И сюда включено, получается, всё питание. В день времяпрепровождение на территории отеля, там все вот эти вот детские клубы. Здесь нет детской анимации, но на самом деле, что такое детская анимация, это когда, знаете, вечером начинаются какие-то шоу, и у детей есть как бы вот это время с 8 обычно до 10 или с 8.30 какие-то программы, там дети выступают, они как бы заняты. И я очень даже рада, что здесь этого нет, потому что Ева не перегуливает вот эту вот часть вечернюю. Я вообще не понимаю, как можно эту программу делать так поздно вечером. Окей, у нас такой режим, наверное, но всё равно большинство детей, получается, заканчивать в 9.30 вот эту программу в Турции. И представляете, какие они возбуждённые, там они натанцевались, там очень громкая анимация, там вот эти выступления. И ты ещё час нужно всё равно закладывать на то, чтобы как-то тихо, мирно провести время. И получается, вы ложитесь спать там в 11. Это вот минимум, если ещё дети уложатся, да. А кто-то ещё захочет есть после этой вечерней там анимации. Нужно что-то придумывать себе, потому что ужин уже, конечно, закончился. Ну, короче, для меня в Турции вот это скорее был минус, потому что мы вообще прекрасно можем и так там погулять вечером, как-то замедлиться наоборот, почитать книжку, нежели вот это вот разгонять, танцевать очень много, да, активничать. Ну, короче, здесь этого нет, и мы очень кайфово проводим вечера. Тоже здесь такая прохлада. О, Денис вошёл. Я тут. Мы пошли заказывать Денису одежду. Я Дениса подсадила на лён. Раньше он всё отказывался, немножко от таких футболочек, кофточек, рубашечек. А сейчас ты его любимая одежда. Слушай, а вот у меня вот синяя футболка, которая не льняная, она из чего? Это хлопок такой? Из льна. С тебя снимают размеры, и завтра уже всё готово. И стоит, будет стоить, как у нас в магазах примерно, готовое изделие. А тут по размерам сделают. Прикольно. Люблю из каждой страны по одной футболочке привозить. Мне мама тоже загорелась. Вот у меня с Бали, например. Тут даже написано. О, можно попросить их подписать, кстати, если они умеют. Не, не надо. Не надо? Такую вот лёгонькую. Таиланд. Таиланд? Нахрена тебе Таиланд? А потом будешь летом носить у нас Таиланд. Вот эта рубашечка. Вот такой материал, кстати, мы Денису покупали на Бали вроде. Усмотрите, с пятном. Ну что, Мируся, тебе нравится твое изобретение? Я этому, этой яхте посвятила отдельный Рилс. У неё за ночь полмиллиона просмотров. Уже нету её в наличии. Ай, кто танцует? Смотри, как она танцует. Ну да. Кто так танцует, Мира? Я тоже с единородным. Что-то там Ева паникует опять. Ева! Что? Я не понимаю, что ты говоришь. Всё-таки очень круто, что у нас выход именно в Басик из номера. Потому что мы бы так намного реже ходили в Басик купаться. Потому что пока ты возьмёшь всё это добро с собой, оденешь там ребёнка, возьмёшь полотенце, да даже если вот в этот бассейн идти, всё равно нужно обходить. И кучу всего с собой взять. Это уже много действий. И из-за этого, скорее всего, лишний раз мы бы не пошли. И тут тоже, когда покупался, сразу зашёл обратно, высушился в душик, и всё. Акула уехала. Акула! Куда ты кладёшь? Бэби-шарк! Нравится мне, как камера это снимает. Оп, развернулся в одну кнопочку. И всё. У нас паровозик. Мира первая. Нет, я давай всё. А тогда ты нас вези. Ладно. А ты за меня. Паровоз! Я в Таиланде. Я плаваю. Я в Астане. Я... 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 У нас... Ну там... В Астане. У нас есть отель. Мы путешествуем. Мы уже не в самаяте. Мы вот здесь. А ещё... Когда мы за... После купания у меня есть подруга, да? Словно там в акропарке у нас есть. Акропарк и море с песком. Там очень весело. А ещё у меня здесь боецко, но мне не больно. Помните, Саша рассказывала про тревел-бокс? Вот, например, у нас есть проблема. Смотрите, как скрипит. А ночью ребенок просыпается сразу из этого звука. Нас Ирина Николаевна предложила брать с собой силиконовую смазку. Потому что у нас где-то двери скрипели. Здесь двери не скрипят, но скрипит вот эта фигня. Если будет работать, Саша вставит этот кусок видео. Если вы это смотрите, значит, сработает. Можем даже вот так вот. А, кстати, да, ещё надо понимать, куда смазывать вообще. Я буду... А вот где контакт металла. А-а. Это же металл шоркается. А, ну да. Сейчас мы со всех сторон смажем. Вот она, видите, такая жидкая силиконовая смазка. Ну, рублей-то не знаю, 150 стоит. Мама, температура, пожалуйста. Что делать? Держать. Куда едете? На Адбэде. У нас есть такие, видимо, шидочки, такие баги. Очень удобно в жаре, чтобы не ходить в школу. Нам нравится. Куркура. Мы немножко приезжаем через город, дядя. Вот мы уже на территории другого крыла этого же отеля. Тут тоже вкусную рыбу делали. Такие сочные цвета, да? Вообще. Глаза отдыхают. Наши глаза тоже отдыхают. Мира. Мира. И русик. Помпусик. Малыш пробует кокос. Мякоть кокоса. Из кокоса, собственно. Ты лоб снимаешь? Да. Ты всю, что ли? Нет. А вот. Вот это удобнее, да? Что длиннее? Она ее посасывает. Она не сосет в суп? Вот ее она всасывает. Нормально, нормально. Держи. А, да? Что, покой, покой, что кусок жира. Как ее нравится, смотри, а? Как тебе нравится, да? Костовый, сладкий вкус. Тут у меня слоя же не было, да, раньше? Нет. Это у мамы какой-то сейчас слой. Малышку там забыть. Гладший, старший. Гладший, старший. Ложка-ножка. Ты можешь спросить, цветы съедобные или укрешения? Мам, конечно, не съедобные. А мне кажется, конечно, съедобные. Мастурцию едят цветы. Это серьезно? Представляешь, вот приносят, не говорят. Пекан! Ну, сейчас съедобные. У меня вот такие брови выразительные. Это что? Брови Дениса. Брови. Скопировали и вставили. Мы сейчас были на обеде, и Мира так расплакалась. Видимо, жарко. Видимо, она спать хотела, но не получалось у нее уснуть. Там спокойно я ушла в номер ее укладывать. Я даже не успела свой обед съесть. Типа, смотрите, что мне в номер принесли. Надо сказать, классная здесь еда. С учетом того, что это Таиланд, и мы знаем, что чаще всего здесь кисло-сладкие соусы. Здесь все отдельно. То есть мы даже не просили соусы отдельно. Они изначально так подают. И очень круто, потому что если бы все это было намешано, рыбу было бы есть невозможно. Я вообще без соуса всем просто так. Тут получается рыбка, перловка, прикиньте, овощи, зелень. И вообще в целом очень хорошо здесь с питанием. То есть оно такое прям европейское. Малыш как раз спит. Я еще с собой взяла кучу дрипов чисто на каждый день. Так что у меня сейчас еще будет романтика послеобеденная с дрипиком в номере. Там как раз сейчас самая жара. И, по-моему, Ева ушла с мамой в детский клуб. Знаете, что это такое? Это билет на тайский бокс. И Денис туда пошел с другом. Я такой не люблю такие зрелища. Но он сказал, что будет снимать для влога. Там, кстати, будет русский играть. Не играть, в смысле, а участвовать. Я не знаю, как это называется. Вот он местный тук-тук на Пхукете. Вот так вот удобно мы едем. Поехали на тайский бокс. Вот так вот. Я не слышал. А тебе не надо слышать. Вот так вот выглядит арена. Я, наверное, ору тут громко. Сегодня будет биться русский с тайцем в главном бою. Ни разу не был на боях. Делаем ставки на нашего из России. Казбек. Казбек, Россия. Россия! Й-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Россия! 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 Кто нам подхватил? Ого! Нифига себе, блядь! Россия! 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 Ого! 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 Промазал ясно! Ого! 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 Один удар, все решил! Надо было прилимывать денюжки! Эх, последний раз я ел такое мороженое 4 года назад. Тут мне понравилось, я бы не стал есть, если бы не этот чудный ритм, который выстукивает этот чувак. Вау! Смотрите, настоящий миндаль, настоящий манго. Так, теперь его размазывают. И хоть оно называется жареное, по факту оно замороженное. То есть там охлажденная какая-то поверхность? Ого! 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 Ого, доброшу! Ого! 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 А у меня есть друг, товарищ, фрукторианец, который это его любимый фрукт. Говорят, тут либо ты становишься фанатом, либо тебя даже вырвать может. Ну-ка попробуй ты. Давай. Друг тебе понравится? Ну, я смогу только с закрытым носом. Не-не, открывай нос. Реально, может, это фрукт в твоей жизни? Как прекрасно, да? Еще такая консистенция противная. Мы только что дали за это 500 тысяч рублей. Пойдем что-нибудь новое купим. Я поняла, что у нас нет практически ни одного кадра, где мы купаемся в море. Все потому, что... Что, что, что? Все фиолетовые. Ага, все фиолетовые. Все потому, что, когда мы идем плавать, нам вообще далеко не до съемки. И это нужно всех собрать, всех взять. Там Ева начинает говорить, что ей попадает везде песок и все неудобно. С миром мы один раз пошли на море и поняли, что это не надо делать, потому что море для нее немножко прохладное. В бассейне ей намного приятнее. А в море это была такая какая-то пытка немножко, и мы решили, что нет, спасибо, будем мы лучше по очереди ходить. И мы реально вот так вот ходим по очереди с маской. Очень классно, что у нас здесь рядышком такой риф, нет, не риф, нельзя, не знаю, как сказать. В общем, там такая каменистая часть, горная. Вот, кстати, она попадает. И там много рыбок, да. Шишечку делаю. Оп, я тебя закрыла. Оп, я тебя закрыла. Все, 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 все. Кисуль, маленький мой. Ну, в общем-то, мы поняли, сделали вывод, что если выбирать отель, очень важно, очень важно обращать внимание, чтобы у него было побережье с вот камушками, с рифом, чтобы там можно было с маской интересно поплавать. Потому что это, конечно, особое удовольствие. Море и так, конечно, прикольно, да, просто покупался. Мама, давайте здесь поиграем, пойдем туда с горки кататься. Ты будешь кататься со мной с горки? Давай, я с радостью. А ты будешь сбоку меня ловить. Давай. Ой, я кольцо придумала. Ой, закатное солнышко, это как прекрасно. Смотри, я ловлю все. Да, очень удобная такая сетчатая сумка, потому что весь песок может просыпаться, и вы не заносите этот песок себе домой. Покажи, что у тебя здесь есть. Это единороги раскраски? Да. Формочка медуза. Медуза жалит. Что еще есть у тебя? Ты бы хотела дельфина увидеть вживую? Да. А ты видела уже, кстати. Я тоже хочу. Что? Мои очки. Ну на, давай аккуратненько только. Жопкой шевелит, главное. 5 стран, да, азиатских у нас было? Ну, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Индонезия. И снова Таиланд, получается 4. Таиланд 3 раза был уже. А вот с левосторонним движением больше еще Африка была. Это, хоть и не Азия, но тоже левостороннее движение было. Ну, в Таиланде самая экзотическая поездка была на огромной машине, пикапе, не, не пикап, ну, просто джип огромный, внедорожник. Он был шире, чем полоса в Таиланде. Мы ехали куда-то в дождь по левостороннему движению, куда-то далеко ночью. Помнишь, да, мы ехали? Честно, вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Хотели переночевать мы в каком-то этом национальном парке, мы приехали, там, везде пауки, ящерицы бегали, и мы уехали. Ааа, с мамой, с мамой еще. Капец, самая стрессовая. И уже с Евой. Да. Маленькая. Да. Представляешь, другая сторона дороги. Огромная машина, наверное, большой не ездил. Ночью. Вау. Не видно нифига. В дождь, в дождь все отсвечивает. Но это тебе, как водителю, было стрессово. Я-то, видимо, этого не ощутила, видишь? И поэтому даже не помню. Так, сейчас важно перейти дорогу. Когда ты идешь в Таиланде, очень важно просто идти. Потому что если ты будешь ждать на пешеходном переходе, то никто никогда не остановится. Но на всякий случай, конечно, смотреть по сторонам. Но просто, типа, пешеходные переходы, как у нас, это не работает. Мы взяли вкусняшки. И еще нам дали подарок вот такую сумку. У них какая-то сейчас добрая акция. Какое-то местное пирожное с кусочками кокоса. Прикольно. Сзади меня голый мужчина будто. Ой, не будто. Спасибо, что посмотрели этот влог до конца. Ждите новые влоги. Это, скорее всего, очень долго монтируемый был влог. Скорее всего, вот сегодня какой-то марта у нас. Уже осень. Уже осень уже. Ну и надеюсь, что хотя бы март еще. Путешествуйте. Настолько, насколько это возможно. Открывайте новые грани этого мира. Даже если это в соседний город. Да, мы так начинали. Любая движуха в целом. Это новые мысли, новые идеи. Новые впечатления. Это классно. И с детьми тоже. Окей. Окей с лососем. Есть такое блюдо.